Девушки отдыхают Доктора Зоэн Кларк и доктора Фреда Айнесмана Доктор Кларк, доктор Айнесман, спасибо, что присоединились к нам сегодня Спасибо, что пригласили Спасибо Давайте немного узнаем о вас, каков ваш опыт в медицине? Что касается меня, то я дипломированный врач скорой помощи У меня двойная специализация по нейробиологии, знаешь, я как ты Коммуникационные исследования в нейробиологии То есть ты совместила творческие и медицинские подходы? Да, я действительно совместила их И это хорошо, потому что если бы я сразу занялась наукой, я не была бы врачом сегодня Доктор Фред, что насчет вас? Я стал врачом, потому что я был непослушным ребенком и в пятилетнем возрасте разбил голову об кровать А врач скорой помощи, молодой интерн, который зашивал меня, забыл об анестезии А я просто стиснул зубы, и когда на полпути он напомнился, он сказал Ты такой храбрый, ты должен стать врачом, когда вырастешь Что я и сделал Итак, я пошел в медицинскую школу, но мне всегда было несколько тоскливо И я решил получить степень в школе кинематографии И... теперь я два в одном Исполнительный продюсер сериала И приглядываю за тем, чтобы медицина была приближена к реальной настолько, насколько это возможно Одна из причин, по которой я безумно рад, что сегодня у нас в гостях именно вы Это то, что всегда есть люди, я называю их неосведомленные люди Грей Которые считают, что в реальной жизни такое невозможно Но вы знаете, это ваша работа Не только мы Мы оба специалисты в области неотложной медицины А в сериале столько врачей, столько хирургов Так что мы полагаемся на мнение экспертов, которым постоянно звоним И это мое любимое Ты звонишь им и говоришь Мы делаем историю, и случится то-то и то-то А они говорят, что это невозможно И ты такой, может один случай на миллион И ты понимаешь, что к концу разговора они так вовлечены в историю, что говорят Это нечто за гранью, это действительно интересный случай Мне нравится слышать это Ты знаешь, они правда вовлечены, несмотря на то, что мы создаем такие редкие случаи Если ты попытаешься, то ты получишь факты Поэтому я говорю, как мы это сделаем И так каждую неделю кто-нибудь приходит и говорит Как насчет того-то? И ты такой, о, это было бы чудесно И это правда весело, быть частью всего этого Возможно, у Мэган необычный набор хромосом, позволяющий ей не чувствовать боль при травмах Это объясняет, почему она так часто ранится Итак, беременный мужчина Да Как это было? Это было весело Это был один из тех моментов, когда я по-настоящему искала способ сделать это И в итоге я нашла то, что искала Мы могли использовать тератому Как правило, это небольшая опухоль, в которой могут быть кусочки зубов, ногтей, волос Как вы? Он побледнел При этом выделяется гормон бета-ХГЧ, из-за которого тест на беременность, если его сделать, окажется положительным Так что, когда я нашла это, я такая, сделана Окей, у нас будет этот случай, теперь мы точно знаем, как это сделать Что насчет токсичной крови? Я должен беспокоиться, когда кто-то применяет травяные добавки, это значит, я умру? Немедленно выйди оттуда Она в сознании, Марк, она в сознании и в процессе операции Мне нужно знать ее вес, чтобы рассчитать дозировку пропофола На вид в ней 60 килограмм Все хорошо, все нормально Все хорошо Есть Был случай, когда у женщины брали кровь на анализ Или вскрывали ей рану И все вокруг просто отключались И буквально никто не знал, из-за чего На самом деле, никто по сей день не знает, почему Но людям по-прежнему интересно, что произошло Это настоящая медицинская загадка Что насчет женщины, которая слышала все, что происходит внутри ее тела Боже мой, Хейли Это Лара Запамы Я сделаю это Клянусь Богом Нет, милая, не надо Ты мне не веришь? Никто не верит Клянусь, я убью себя Доверься мне Я помогу Я не чокнутая Знаю Я тебе верю Это было увлекательно То есть такое возможно? О, конечно Это было на самом деле Через какое-то время После выхода в эфир Мы получили письмо от матери У которой было множество проблем с ребенком Их отправляли от врача к врачу Но однажды они услышали о синдроме полукружного канала Или что-то вроде этого И отправились к Лору Где просили проверить именно этот вариант И это то, что у них оказалось Что вы с ней сделали? Поставил диагноз Так что Определенно это была победа У доктора Николь Герман В исполнении обворожительной Джины Дэвис Была неоперабельная опухоль головного мозга Как вы справились с этим? Это был один из самых сложных нейрохирургических случаев О которых я когда-либо читал Перед вами обширная астроцитома четвертой степени И я хочу, чтобы вы ее рассмотрели Вчера вечером я пересматривал эпизод И наблюдать за этим Действительно потрясающе Она живая И хотя нам не нравится так думать Она покоится в чреве человеческого мозга Питается от своего носителя Растет и борется за свою жизнь Почти как плод Потому что это сложно И как у врача у меня захватывало дух Потому что Это эпизод о борьбе со смертью И если в конце ты сохраняешь пациенту жизнь Откладывая смерть Значит ты выиграл И для меня, как для врача Это был очень трогательный и острый эпизод Что ж, есть эпизод, в котором был я Вы знаете И его режиссером был Дензел Вашингтон Это важно Я был там и Я оставил Мередит Грей одно И на нее напал пациент Что ж, это твоя вина Все говорят, что это моя вина Именно так Но в этом нет моей вины Когда Мередит восстанавливается Ее через шито Все, готово Эй, что ты делаешь? Она не могла дышать Посмотри на нее Она лежала в кровати неделями Не шевелясь и не разговаривая Я ее хирург Ты не можешь вот так зайти и снять брекеты Она мой пациент Я знаю, что делать Поставишь брекеты завтра утром А сейчас ей нужно дышать Пусть подышит воздухом Как это вышло? Это один из моих самых любимых эпизодов Потому что это потрясающий момент от Шонды Мы говорили о всевозможных травмах И она такая О, ты знаешь, у нас будет сломанная челюсть И ей ударят в ухо И что еще может быть? И я сказал Ты знаешь, иногда при таких травмах пропадает слух И она такая И еще она не сможет говорить И потом, в течение часа Они обговаривали основные детали И все, дело было сделано Я получил сценарий и такой О, боже, это работает Я смотрел эпизод вчера вечером И это замечательно И трогательно Я очень хочу попросить прощения Это мой любимый эпизод Потому что мы видим все эти эмоции Мередит Но при этом она не сказала ни слова Потрясающий эпизод Это по-настоящему потрясающий эпизод Итак, мы приближаемся к трехсотому эпизоду Вы ожидали, что будет триста эпизодов? Я не ожидала, что буду заниматься этим После третьего сезона Будто я сказала Что ж, я попробую открыть свой разум для первых трех сезонов И это огромный этап Будто период обучения А после третьего сезона я продолжаю, продолжаю Я в сериале уже более десяти лет Я прожила свою молодость тут Мои дети появились во время работы над сериалом Ты знаешь Я просто безумно благодарна Для меня это удивительно Я думаю, мои ощущения схожи с ощущениями Зо Я был врачом И я работал на полную ставку в крупном травматологическом центре Мне позвонили и попросили прийти и помочь И я думал, что это на пару недель, а это длится годы И это то, чего я никогда не мог себе представить Я горд Я действительно горд быть частью трехсот эпизодов Итак, для всех скептиков, такое действительно возможно Да, это все было на самом деле Было И как мой персонаж Медбрат Грегори говорит Спасибо, доктора Спасибо Спасибо, Медбрат И как всегда, чтобы увидеть больше эпизодов постоперационной Загляните на страничку Анатомии Грейна ABC.com И, конечно же, не забудьте подписаться на VK.com Майонетами И на YouTube-канал Advox Film Релиз подготовлен группой Advox Film Перевела Мисс Сва Роли озвучивали Мария Субботник и Юрий Сеодир Орлов Субботник и Юрий Сеодир Орлов